Лидировать над собой, шизоид доверит эмотиву. Почему? Он будет, а, его успокаивать, б, не будет его ограничивать. Для шизоида наличие какого-либо ограничения – это катастрофа. Какого-либо. А у шизоида же граница как устроена, никто не знает, где они. Даже он сам. Они могут быть вообще в непонятном месте, а могут быть здесь и сейчас. То есть шизоид может дернуться за то, что его товарищ надел его носки, а может наплевать на это. Это не про страсть, это про власть, это про доминирование. То есть кому шизоид доверит быть начальником условно? С кем из начальников ему будет комфортно? Комфортно ему будет с эмотивом. Это не значит, что эмотиву будет комфортно с шизоидом в виде подчиненного. Это значит, что шизоиду будет с эмотивом комфортно. Поэтому если мы хотим лидировать над шизоидом, нужно его успокаивать, нужно давать ему баланс, нужно давать ему раскрываться, нужно принимать его особенности как человека. И тогда шизоид будет двигаться под твоим руководством. Но вообще руководить шизоидом – это задачка интересная. Хотите больше видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и сообщите нам темы, по которым вы хотите услышать наше новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok